Ты собираешь нас Ты хочешь, Господь, чтобы мы созерцали землю Твоими глазами Ты хочешь, Господь, чтобы мы видели нужды других людей Ты хочешь, Господь, чтобы мы поднялись выше своих собственных нужд Ты хочешь сделать нас служителями Нового Завета Ты хочешь, Господь, чтобы мы, наполненные Духом Святым Переполненные Словом Твоем Пошли по всему миру и проповедовали Евангелие Всякому, всякому, кто уверует, чтобы он спасся Наследовал жизнь вечную и Твое Царство И мы молимся, Господь Молимся, чтобы Твой великий и могучий Дух Господь коснулся сегодня нас И изменил нас Чтобы мы преобразовались в Твой образ Чтобы мы стали на Тебя похожими, Господь Чтобы Ты, Господь, который пришел на эту землю и явил славу Отца Чтобы и нам являть ее Чтобы и нам, Господь, делать то, что Ты повелел нам То, чему Ты учил нас И во имя Господа Иисуса Христа я молюсь сейчас Господь, пусть Твое благословение придет на это место Твое благословение пусть придет на церковь На церковь Твою Зажги нас Зажги нас огнем, Господь Дай нам, Господь, гореть и не сгорать Во имя Господа нашего Иисуса Христа Аминь Аминь Давайте воздадим Господу хвалу Слава Иисусу Христу Слава нашему Господу Слава Иисусу Сегодняшний вечер Мы просто посвящаем Господу Это Его вечер Это Он нас собрал для себя Это Он хочет нам сказать что-то И Он хочет научить нас чему-то Аминь И все, что мы можем сделать Это сказать Господу Да Да, Господь, научи нас Наставь нас и наполни нас Дай благодать свою, Господь Чтобы мы ушли измененными сегодня из этого зала Чтобы мы измененными ушли из церкви И чтобы эти изменения, они были необратимы Мы хотим двигаться до конца Мы хотим пройти свой путь И увидеть Божью славу Аминь Еще раз Давайте будем славить Господа Давайте поблагодарим Его Слава и слава и слава Иисусу Христу Аллалюя И прежде чем Прежде чем вы сядете Прежде чем вы присядете Пожалуйста, благословите того, кто рядом с вами Повернитесь кому-то, улыбнитесь и благословите Скажи Да благословит тебя Господь Да благословит тебя Всевышний Да пребудет с тобой Господь мой Аминь Аллалюя Спасибо огромное, спасибо Слава Иисусу Я знаю, знаю, что Я знаю, что Не так-то просто Остановиться В благословении Потому что хочется все время продолжать и продолжать и продолжать И это хорошо Это хорошо благословлять того, кто рядом с тобой Потому что то благословение, которым ты благословляешь Оно обязательно вернется к тебе И мы благословляем, потому что мы благословенные с вами Скажи Я благословен Ты благословен Господом Ты уже благословен И Господь хочет, чтобы ты благословлял тем благословением, которым Он благословил тебя других И чтобы они, получив благословение от тебя, могли благословлять других людей Аминь Потому что Господь учит нас Он говорит, что так узнают в этом мире, что вы ученики Христовы Если будете любить друг друга Потому что если ты любишь, ты всегда благословляешь Аминь Любовь, она и есть благословение И та, аллалюя, та любовь, которой Господь благословил нас Выключите все телефоны, пожалуйста Аминь Молодежь, она звонит мне Они все время звонят Даже когда ты проповедуешь Аминь Все Выключили мобильные телефоны Молодцы Да Итак, где мы с вами? Мы с вами сегодня на богослужении Церкви Слова Жизни И сегодня у меня есть огромная привилегия Говорить об отношении Божьем к старшему поколению Старшее поколение в Церкви Вы знаете, я убежден в том, что семья Она должна состоять из всех тех, которые есть в этой семье Семья, она потому и семья Что это не только папа с мамой и ребеночек или двое Но семья это, конечно, бабушки Или бабушка, по крайней мере Дедушка или дедушки Это папа, мама Это дети И это внуки И Бог даст И правнуки тоже И все это Одна семья И вы скажете, неужели это возможно Жить всем вместе и не подраться Это очень даже возможно И это то, что Бог хочет Чтобы мы научились делать Чтобы мы могли жить вместе И знаете, Церковь Это Божья семья Аминь Мы можем видеть в Церкви совсем маленьких деток Которые нуждаются вообще еще в мамином молоке И они уже в Церкви Там, в детской Церкви Они ползают уже И кто-то вокруг них тоже ползает так же И они там лают Они хрюкают Они кричат Они поют Они учат новые стихи У нас есть в Церкви подростки У нас есть в Церкви молодежь У нас в Церкви есть Можно сказать Средний уровень Средний класс Среднего возраста Есть Слышал про кризис Есть средний возраст Аминь И у нас в Церкви Есть люди старшего поколения Скажи, слава Богу Вы знаете В прошлом году Наша Надежда Петровна Наконец-то приняла водное крещение Ей было 91 год Сейчас ей 92 года Это абсолютный рекорд нашей Церкви Никто еще не крестился у нас в 91 год Если уже аплодировать Так аплодировать Я думаю, это так Знаете Год назад Николай Иванович закончил библейскую школу В свои 86 лет И он сказал Сказал такую фразу Я никогда себя так хорошо не чувствовал Как в библейской школе Аминь И знаете В библейской школе Все возрасты покорны Аллилуйя Мы утверждаем Божье Царство Не только в нашей Церкви Но и в этом мире И знаете Кстати сказать Об этом мире Этот мир Вы знаете Что мир стареет сегодня Он не молодеет Он стареет Средний возраст в мире Сегодня становится Больше и больше и больше Это значит Что мир Что мир стареет Вы знаете Служение старшее поколение Сегодня это очень актуально Потому что те Которым сейчас 60 Через 20-30 лет Это вообще будет средний возраст Это правда? Вы знаете Что сегодня Средняя продолжительность Жизни В Европе Там вообще Это нормально Сейчас жить 80 лет А то и 90 То есть Это абсолютно нормальный возраст И рекордсменами По-моему сегодня Долгожителях Являются Вообще японцы Американцы Двинулись очень далеко вперед Мы пока отстаем Мы где-то Насколько я точно знаю Где-то на 45-46 месте В мире находимся Я имею ввиду Мы Это Россия Но пока так И средняя продолжительность жизни В России Пока не Нечем пока хвалиться Но я думаю Что То что происходит сейчас Тенденция такова Что Ученые Они Вкладываются сейчас И Наука геронтология Называется Наука о продолжении жизни Вы знаете Они делают колоссальные успехи сегодня Они Движутся По крайней мере Насколько мне известно В трех направлениях Сейчас эта наука Она развивается И первый путь Они просто замораживают людей Лет на 20-30 И тогда люди живут дольше Я знаю Что в Подмосковье Есть Такой центр Там уже заморозили Но Я не буду говорить Про этих Заморозков Потому что Мы не верим В такую продолжительность жизни Вообще Мы верим В жизнь вечную С вами Аминь Но Эти ученые Они идут Еще по одному пути Они Придумывают сейчас Очень Интересные добавки К питанию Что Так же Увеличивает Продолжительность жизни В какой-то степени Они придумывают Новые какие-то Медикаменты Какие-то диеты Постоянно Придумывают И благодаря этому Люди Они просто живут Сейчас Более здраво Какие От многих вещей Которые Сокращают Продолжительность жизни Люди Сегодня Отстраняются Занимаются Спортом И так далее И так далее И так далее И есть еще одно направление Которым я бы хотел Просто коснуться Потому что Я не буду об этом Проповедовать Просто скажу вам Что люди всего мира На протяжении Всех поколений Хотят Жить Долго А многие Хотят Жить Вечно Аминь И Сегодня Знаете Был такой В 18 веке Был Один ученый Был один ученый Который Сделал Удивительное Открытие По имени Гален И он Заметил Что Если Ветка Отломилась От дерева И упала То Листья на ней Не желтеют Они засыхают Но не желтеют И он Из этого Сделал Удивительное Открытие Он сказал Тогда Что В каждом Живом Существе Все Что живет На земле И деревья В том числе Есть Некий Механизм Есть Какой-то Детектор Какая-то Кнопка Есть Которая Отвечает За старение И так Дерево Оно растет И в один Прекрасный момент Вдруг Листья Начинают Желтеть И желтеть Или краснеть Или буреть И потом Они опадают И дерево Приготавливается К зиме Замечали Об этом И он Сделал Это открытие И сказал Тогда Что в каждом Живом Существе Есть Этот механизм Механизм Старения Я помню Как однажды Я пришел На комиссию Есть такая комиссия Шоферская комиссия Называется Я пришел туда Они Измерили мне Зрение И сказали У вас один глаз Сто процентов Единица А второй Вот у вас Меньше сейчас Я очень удивился Я говорю Как это меньше Всегда была единица Вы знаете Как я метко Стреляю из винтовки Это не может быть Такого Чтобы хуже стало зрение И врач Который Проверял у меня Она так Посмотрела Говорит Ну это нормально Это возрастное Что? Возрастное Возрастное пройдет Я вышел оттуда В задумчивости Мне было около 40 лет Я думаю Что это вообще Такое возрастное Помните У Пушкина Есть девица Там одна Любительница Смотреться в зеркало И она Есть такие Девушки Которые Они просто От зеркала Не отходят И она все Свет мой зеркальце Скажи И всю правду Доложи Кто всех милее На земле И зеркальце ей говорит Ну конечно ты Краше тебя Нет никого До одного Прекрасного момента Пока зеркальце Не сказала ей Есть другая Милее чем ты И зеркальце Улетело в угол Моментально Эта девушка Она поняла Включился какой-то механизм Механизм старения Она Вы знаете Люди Они молодеют 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 Но у нас Есть надежда Которая Никогда не постыжает Господь Обещал нам Жизнь вечную Аминь Бытие Третья глава Девятнадцатый стих Здесь сказано так Господь говорит Кому он говорит Он говорит Это Еве И он говорит Это Адаму Которые Взбунтовались Против Господа Которые Ослушались его И Согрешили Тем самым И Господь говорит Что с этого момента Начинается Обратный отсчет И Сказано В поте лица твоего Будешь есть хлеб Доколе не возвратишься В землю Из которой ты взят Ибо прах ты И в прах Возвратишься Вы знаете Это не благословение было Это было Как раз противоположное Потому что с этого момента Что-то включилось И Адам Начал стареть И мы знаем Что хотя он и прожил Девятьсот с лишним лет Но он умер Вы понимаете И знаете Что Люди Которые Живут на земле Они Стареют Сегодня И мы Служение Старшее поколение Мы должны понимать С вами Насколько это важно Потому что Старение Оно определяется Тем Что Немощи Приходят В нашу жизнь С возрастом Вы заметили Что с возрастом То что вы могли делать В молодости Вы уже не можете делать То есть Ну сейчас вот Если спросить Кто из вас Может сесть В шпагат Ну Всегда кто-нибудь Сможет Конечно Но это уже не так Как раньше Правда Или там Пробежать Сто метровку Скажем За 12 Даже секунд Но кто сегодня Смелится сказать Я пробегу И даже за 13 Но Но когда-то Мы бегали И прыгали Высоко Так или нет И занимались Спортом То есть Какие-то процессы Они начинают Угасать Раньше Мы Могли Грызть Морковки И яблоки И все что угодно Сейчас Некоторым Это весьма Проблематично Почему? Потому что Грызть просто Нечем А если Начинают Грызть Тогда потом Нужно вытаскивать Из этого яблока Что там Застряло То есть Мы знаем Что волосы Они Уже не такие Смоляные Да Уже седые Становятся Уже зрение Где-то притупляется Уже надо Очки одевать Сегодня наблюдали За Максимом Максимовичем Как он это делал Виртуозно Просто с таким Наслаждением И это правильно Почему? Потому что Мы Ну Так Мы устроены Так Что Зрение притупляется Слух Заметили, да? Ась Что? Ты что Глухой что ли? А? Ага И Что-то происходит С нашим слухом Обоняние Вы знаете Кушает Кушает Это что Это я сейчас съел? Покажи Ой-ой-ой Ничего Все будет хорошо И человек съел Он даже не понял Что он ест Потому что Притупляется Знаете Уже Ну Суставы Не те Уже Ну В общем Это называется Немощь И немощь Она сопровождает Процесс Процесс Старения И знаете Что В следствии В следствии Такой Уязвимости Я так Сейчас вам скажу Пожилых Людей Бог Осуждает Всякое Притеснение Престарелых В любом виде И побуждает Заботиться О Полноправных О них Как о Полноправных Членах Общества Итак Бог Запрещает Я сказал Запрещает Всякое Притеснение Людей Старшего Поколения Господь Говорит Нам о том Что Люди Старшего Поколения Они Нуждаются В заботе Аминь И Господь Хочет Чтобы К ним Относились Как К полноправным Вы скажете Что значит К полноправным Полноправный Это тот Который Сильный Это тот Который За себя Постоять А что Как А что он Полноправный Он не Полноправный Он Слабый Он Плохо Видит Он Уже Не получает Ту Зарплату Которую Получал Раньше Пенсия Маленькая Ну Какой Толк С этого Члена Общества Я скажу Вам Какой Толк Толк Такой Что Господь На защите Такого Человека Аминь Я сказал Господь Защищает И Бог Хочет Чтобы мы С вами Понимали Это И Относились К этому Очень Очень Серьезно Давайте Обратимся К людям Востока Давайте Посмотрим Как на Востоке Относятся К пожилым Людям Библия Была Написана На Ближнем Востоке Согласны Со мной В книге Чисел В восьмой Главе Сказано В пятьдесят Лет Должны Прекращать Отправление Работ И более Не работать Кто Левиты То есть Левиты Те которые Работали В скини Те которые Приносили Относили Ставили Кафедру Колонки Музыкальных Инструментов Играли Господь Говорит Достаточно Пятьдесят Лет Они Должны Прекратить И что Дальше А дальше Другие Должны Были О них Позаботиться Скажи Слава Иисусу Христу Знаете Что на Востоке Отношение К пожилым Людям Оно Настолько Трепетное И доброе Что нам С вами Надлежит Я думаю Это очень Хорошо Посмотреть На них И взять У них То Что должно Принадлежать Нам Также Потому что Мы с вами Часто Смотрим Не на Восток Мы Смотрим На Запад Запад Нам Поможет Помните Кису Давайте Посмотрим На Запад Давайте Обратим Что там Происходит Сегодня На Западе Так же Как Впрочем И в России Отношение К пожилым Людям Ну Мягко Говоря Неэтичное На мой Взгляд Вы знаете Что сиротские Дома Сегодня Существуют Не только Для детей Сиротские Дома Сегодня Процветают Просто На Западе И кто Живет В этих Сиротских Домах Люди Старшего Поколения Дети Которых Родители Вырастили Вы знаете Что Некоторые Родители Они Не хотят Даже Рождать Детей Они Не рожают Они Делают Аборты Или Отдают Своих Детей В приюты И не хотят Их воспитывать И приюты В России По крайней мере Я точно знаю Они переполнены Сегодня Их так Много И Детей Детей Сирот В нашей Стране К сожалению Достаточно Много Но Что происходит Происходит То что Дети Которые Выросли В семьях С возрастом Они Начинают Судиться Со своими Родителями Порой Для того Чтобы Через суд Забрать у них Часть Жилплощади И судятся На самом деле И стараются Поселить Своих Родителей В сиротские Дома Или дома Для престарелых Сегодня Это очень Очень Распространено И Они говорят Тогда Ну Тебе там Хорошо Там о тебе Будут заботиться И на самом деле Во многих Домах Для престарелых Людям жить Намного легче Чем в семьях Потому что Конфликты Потому что Ссоры Потому что Даже драки Потому что Настолько Ожесточенные Отношения И я скажу вам Откуда Это Ответ Такой Из-за Безбожия Из-за того Что люди Не соблюдают Не то что Заповеди Они даже Не открывают Не то что Новый Завет Они даже Не знакомы С Ветхим Заветом Они не знают Слова Божьего Они не знают Бога И они не знают Его заповеди Поэтому Мир Сегодня Катится К пропасти И мы знаем С вами Что отношение К пожилым людям Весьма Весьма Негативное Должен вам Сказать Что Если вы Смотрите Кто-то из вас Смотрит Телевизор Дома Ну конечно Что же еще смотреть На кого еще Конечно И я знаю Что Большинство рекламы Которая Проходит По телевидению Это реклама Для молодежи Так или нет Это реклама По крайней мере Для людей Среднего возраста Что рекламируют Сегодня Для пожилых людей Да ничего Особенно И не рекламируют Почему Да потому что Покупательная способность У старшего поколения Весьма низкая Что им рекламировать Они все равно Ничего не купят И отношение мира Сегодня К пожилым людям Оно Очевидно Дожил до пенсии Вот тебе Твоя пенсионная Твое пенсионное удостоверение И Аллалюя Все будет хорошо В конце Не переживайте Вы знаете Что Отношение К людям В церкви К сожалению Тоже Не очень Не очень Доброе Я помню Девяностые Года Когда Россия Была открыта Советский Союз Стал открытым Для Евангелия Приехало Огромное количество Проповедников И Евангелие Было проповедано Я сам Вместе Мы С женой Пришли В церковь И мы даже Не думали Тогда о старшем поколении Мы просто Проповедовали Евангелие Кому Себе Подобным Тому Контингент Ну кто там Среднего возраста Людям Молодежь Повалила в церкви И знаете Вот эта тенденция К сожалению До сегодняшнего дня Она так и держится Мы рады Людям Которые молодые В церкви Мы радуемся Когда молодежь Приходит Я помню сам Мы жили тогда В Ангарске И я Поехал Разговаривал С ректором Института Чтобы Нам собрать Студентов И проповедовать Прямо в институте Евангелия Я ходил По училищам Для того Чтобы собирать Студентов Училища Я помню Как в Иркутске Сам лично Я договаривался С директорами Школ И приходил Проводил Уроки Библии Для детей В школе Это было Вы знаете Когда к Иисусу Пришли И сказали Вот твои Ученики Они не соблюдают Заповеди Моисея Знаете Что Иисус Им ответил Он привел Им именно Эту заповедь Он сказал А как вы Соблюдаете Заповедь Почитай Отца твоего И мать Потому что Вы не Заботитесь О них Вы Берете Финансы Которые Хорошо дать Им И Относите Их И жертвуете В лучшем случае Или тратите На какие-то Другие Нужды Но знаете Заботиться О Родителях Заботиться О бабушках И дедушках Это то Что Господь Повелел Нам делать Я говорю Сейчас В церкви Вы здесь Аминь И знаете Знаете Хочу сказать Что Как Бог Относится К людям Пожилого Возраста Как Господь Говорит О Тех Которым За 60 За 70 За 80 Лет Или старше Второзаконие 28 Глава В 5 Стихе Там сказано Так Народ Наглый Который Не уважает Старца Вы здесь? Народ Наглый Который Не уважает Старца И еще Сказано Так Левитам В 19 Главе Сказано Пред Пред лицом Седого Знаете Кто Пред лицом Седого Вставай Пред лицом Пожилого Человека Пред лицом Старца Когда ты видишь Пожилого Человека Тогда встань Перед ним Мы иногда думаем Ну встань Значит уступи ему место Вообще не об этом разговор Когда ты видишь Когда проходит Пожилой человек Тогда тебе нужно Подняться И поприветствовать Его Аминь Почитай Старца И знаете И сказано Потому что Если ты не делаешь Это Значит ты не боишься Господа Не уважение К пожилым людям Это значит У тебя нет Божьего страха У тебя нет Мудрости И у тебя нет Продления жизни Почему Потому что Господь Он хочет Чтобы мы Как церковь Научились Почитать Слово Божье И научились Исполнять Слово Божье И отношение Бога сегодня К пожилым людям Которое Открывается нам Я уверен Это вызов Для кого-то Потому что Некоторые люди Они Так с иронией К этому относятся Они говорят Ну да ладно Ну ладно Все там будем В лучшем случае Будем там Это где Все там будем Послушайте Мы С вами Как церковь Должны понять Что Господь Не шутит Вы знаете Что Когда Иисус Пришел В дом Петра Вы знаете Что он сделал Там Он Исцелил Тещу Петра Пожилую Женщину Скажите Ну Ладно Исцелил Так исцелил Но я думаю В этом Воля Божья Молиться За исцеление Пожилых людей Людей Которые Болеют Она была в горячке И Господь Подошел к ней И исцелил ее И знаете Когда Иисус Он пришел К купальне Вефезда Помните Там был Один старец Который Много-много лет Пытался получить Исцеление Но когда он Подходил К воде Кто-то уже Опережал его Потому что он Он был хромой Потому что он Был больной Он еле двигался Послушайте Иисус Подошел к нему И исцелил Его в субботу Скажите В субботу В субботу Нельзя было исцелять Фарисеи Они очень ревностно Смотрели за этим И они не хотели Чтобы кто-то Занимался целительством В субботний день Это шаббат День отдыха Не смеет Никто Исцелять Когда Иисус Увидел Женщину Сгорбленную 18 лет Она Она ходила Вот так Потому что Тяжесть Тяжесть возраста Была на ней И она не могла Выпрямиться В день субботний Иисус подошел К ней И исцелил ее Так или нет Вы скажите Ну вообще-то Вообще-то Это сложно понять Почему? Потому что Мы с вами же знаем Что Иисус пришел На землю Для того Чтобы умереть За всех людей Он пришел Для того Чтобы взять Проклятие Всех нас И исполнив закон Отдать себя В жертву На кресте Так или нет Иисус говорит У вас осел Упадет В этот В колодец Неужели вы его Не достанете Но они Были настолько Ожесточены Я думаю Вообще На грани Фола Все было Дело в том Что у Иисуса Было призвание Христос Пришел в этот мир Для того Чтобы исполнить Призвание Которое Предназначение Которое было У него И он Рискуя Спасением Всего Человечества Исцеляет Какую-то Больную Бабушку Ну стоит ли Эта бабушка Того Чтобы так Рисковать Аминь Стоит ли Стоило ли Господу Вот так Вот Идти Ва-банк И как бы Но послушайте В этом Божье сердце Господь В этом Бог В этом Бог Для Бога Эта больная Старушка Была так же Важна Как и ты И я И все Человечество Потому что Если бы Иисус Этого не делал Тогда Все теряет Смысл И я верю Что отношение Бога К пожилым Людям Оно Настолько Трепетное Не случайно Пророк Даниил Он называет Бога Ветхи Днями Скажи Ветхи Днями Если вы Когда-то Видели Какие-то Репродукции Когда художники Великие Художники Они Делали Какие-то Религиозные Картины То ты Видишь Там Бога Который Который Никогда Не молодой Аминь Он не похож На Аполлона Или на Зевса Это Старец Он Седой Он Мудрый Он Добрый Он Благой Он Милостивый Аминь Он Отец Наш Небесный И знаете Отношение Отношение Я думаю Бог хочет Чтобы мы Увидели Это Как церковь Что Относиться К пожилым Людям Правильным Образом Это Как Относиться К Господу Потому что Бог Хочет Чтобы мы Заботясь Как церковь О людях Старшего Поколения Тем самым Провозглашали Что Потому что Это и есть Наша жизнь Потому что Делая добро Пожилым Людям Тем самым Мы делаем Благое Пред Господом Потому что Бог Любит Пожилых Людей Аминь Господь Говорит Им Принадлежит Царство Царство Божье Если мы Смотрим На молодого Человека И на пожилого Человека То конечно Мы можем Сказать Что пожилой Человек Но в физическом Возрасте Конечно Всякое Бывает в жизни Конечно Мы знаем Что всякое Может быть И с молодыми Людьми Но в принципе Человек Старшего Он ближе к Господу Потому что Ну просто по определению Так или нет Аминь И мы Не отрицаем это Мы говорим Да И тогда Фактически-то О ком Нужно большее попечение О человеке Среднего возраста Или О пожилых Вы знаете Писание говорит Что истинное Благочестие Это презирать Вдов И сирот В их скорби То есть Знаете Сироты Это дети Которые беззащитные Вдовы Это женщины Пожилого возраста Которые остались Без средств На существование На Востоке Так было И И Господь говорит Что Благочестивый человек Он должен Видеть это И он должен Заботиться И о сиротах И о вдовах И о старшем поколении И совершенно О беззащитных Младенцах И я Думаю Что Когда мы С вами Приходим В церковь Когда мы С вами Наполняемся Здесь Словом Божьим И Духом Божьим И идем Потом в мир Мы можем Нести Это Потому что Не мир Должен влиять На церковь Сегодня Но церковь Должна влиять На мир Сегодня Аминь Законодатель Мод Сегодня не мир Мы Верующие В Иисуса Христа Не должны Поступать Так Как думает Это Этот Я даже не знаю Как его назвать Этот мир Потому что Погибающий Да Но Вы знаете Этот мир Может быть Спасен Через то Что мы С вами Как церковь За что мы молимся И то что мы делаем Этот мир Видя наши добрые дела Прославит Господа тогда И скажет Да истинно Церковь Она Это церковь Святая Божья церковь И знаете Потому что Мы можем Конечно Говорить Да Молодежь Мне нравится Когда однажды Пастор Ульф Экман Он сказал Такую фразу Вот здесь На этом месте И он сказал Мы не молодежная церковь Мы церковь Аминь Мы не просто Такая церковь Где собирается молодежь Но мы Открыты Фактически Для всех поколений И сегодня Пришло время Ясно И понятно Сказать Что Старшее поколение Нуждается В защите Старшее поколение Нуждается В опеке Кто-то Должен протянуть Руку Для старшего поколения И показать Им Истинный путь Истинный путь Это Иисус Христос Аминь Давайте Возведем Господу Хвалу Халалюя Слава Господу Итак Старшее поколение Старшее поколение Важно Для Бога И Я Просто Настолько Могу Быть Благодарным Господу За то Что он Делает В нашей Церкви Вы знаете Мы начали Это служение Старшее поколение И мы Направлены Не вовнутрь Церкви Мы Не занимаемся Тем Что Как Такие Культмассовые Работники Ну чем бы занять Этих пожилых Людей Ну давайте Что-нибудь Для них Придумаем Давайте Как-то Для них Разнообразие Какое-то Устроим Вообще Нет Знаете Чем Занимается Старшее поколение В нашей Церкви Мы Молимся За нашу Страну Аминь Мы молимся За нашего Президента Мы молимся За правительство России Мы молимся Чтобы страх Божий Был На нашем Правительстве Мы молимся За то Чтобы Наша Молодежь Она Была Вовлечена Чтобы Она Стала Достоянием Господа Чтобы Наша Молодежь Она Была Верующей Молодежью Аминь Мы молимся Чтобы Молодое Поколение Оно Не уходило От Бога Дальше Но чтобы Оно Возвратилось Дело в том Что Сегодня Вы знаете Что можно сказать Если мы Посмотрим Что происходило В Израиле На протяжении Веков И веков Отец Он Передавал Слово Божье Своему Сыну Своим Детям И те В свою очередь Передавали Это была Устная Тора Это был Ветхий Завет Который Они просто Учили Наизусть Они знали Слово Божье И передавали Его Из одного Поколения В другое Поколение Молодые Люди Просто Могли Цитировать Пророков Они могли Цитировать Начало Книгу Бытие Как мы Ее Называем Или На иврите Это Берешит Вы знаете Они Это все Знали Наизусть И они Жили В этом Потому что Для них Это было Важно Это было Актуально Потому что Они знали Что если Они не будут Соблюдать Заповеди Они просто Погибнут Как народ Божий Они И был Народ Божий И есть Народ Божий Сегодня Аминь Вы помните Эту историю Когда Мальчик Ребенок Сказал Своему Отцу Папа Я уже Взрослый Нечем Меня учить Дай мне Часть моего Наследства И я Пойду В мир Я хочу Пожить Я хочу Как сегодня Говорят Оторваться Я хочу Просто Вот С друзьями Дай мне денег Я соберу Друзей Мы сходим В Макдональдс Мы там И он взял Часть своего Наследства И ушел И много Много лет Он провел На чужбине Скорее всего Он Состарился Уже И когда он Был уже В старшем Поколении Когда он Был уже Седой И сидел На месте Там Где Кормили Свиней Он Думал О своем Отце Постоянно И он Подумал Тогда Потому что Деньги Давно Закончились Друзья Его Все Оставили И вот Он на Старости Лет Оторвавшийся От Отцовского Очага Он остался Где-то На чужбине Сидел Один И думал Моя жизнь Вообще Никченая Она Не удалась Я сделал ошибку Далеко В далеком Детстве И сейчас Пришла расплата За эту ошибку Вот я сижу И кушаю Вместе Со свиньями Это мне Наказание За мой Грех И я Виновен Я знаю Что я виновен И это расплата Божья За мою жизнь Потому что Я отрекся От родителей Я не помогал Родителям Я не заботился О них Я не почитал И вот сейчас Я живу Как Как поросенок Как свинья Извините меня За Но это так И он сидел там И плакал Этот старик Он просто сидел И плакал Потому что Его жизнь Закончилась Абсолютным Провалом И тут Он переживает И он Понимает Тогда Что Есть шанс В его жизни И в чем этот шанс Пойти к Отцу И раскаяться Перед Ним И знаете Это образ Для нас Для нас Для тех Которые Отступили Потому что Наша Можно так сказать Наша нация Наш народ Мы отступили От Бога Мы Отрывались Мы Что-то Делали Мы Реки Поворачивали Вспять Мы Не знаю В космос Запускали Ракеты Мы много Чего Сделали И потом Оказалось Что На старости Лет А что Дальше А дальше А дальше Вот что Отец Каждый день Каждый вечер Он выходил На дорогу И ждал Своего сына Здесь И он Проплакал Все свои глаза Он уже Плохо Видел Потому что Отец Был Настолько Настолько Старым Но Его сердце Ждало Своего Блудного Сына И знаете Сегодня Сегодня Бог Ожидает Что мы с вами Вернемся Или по крайней мере Я говорю сейчас О детях Что дети Они вернутся К своему отцу И они Восстановят отношения Как? Через Через священное писание Что наши дети Они не сделают Ту ошибку Которую сделали Наши родители Вы здесь? Потому что Они отошли От Господа Помните Семнадцатый Гражданскую войну Когда Когда было Заявлено Что Бога Нет Бога Нет Можно делать Все Все Разрешается Делать Его же Нет Никто Не наблюдает Это все Это все Сказки Давайте Будем делать То что мы Хотим И что Произошло А произошло То что Старики Остались Не у дел А молодежь Она пошла Строить Днепрогес И там Что-то еще И строили И строили И строили И наконец Построили Знаете В чем проблема В чем проблема Нашего поколения Сегодня Проблема в том Что Мы оторвались От Господа Так далеко И сейчас Когда мы возвращаемся Мы начинаем понимать Кто-то должен Начать молиться За наших детей Послушайте Ну кто будет Молиться За наших детей Кто Вымолит Их Кто Будет Выходить Сегодня на дорогу И ожидать Что дети Дети вернутся К нам Что дети Вернутся К Отцу Небесному Что они Обратятся К Богу Кто Эти люди Которые Будут молиться И поститься За своих детей Я скажу вам Кто Это мы с вами Церковь Божья Если мы Признаем Ошибки Своих Родителей Своих Дедушек И бабушек И покаемся За эти грехи Бог помилует Тогда нас Вы знаете Так трудно Движется Все в нашей стране И что-то все Пробуксовывает И пробуксовывает Я вам скажу Потому что Кто-то должен Встать в проломе За нашу страну Кто Ну конечно же Старшее поколение Это же не подростки Должны встать В проломе За нашу страну Это же не юноши И девушки Это старшее поколение Это люди Которые Прожили свою жизнь У них есть опыт У них есть знания И они понимают Это я Должен обратиться К отцу Аминь Он милостив Он простит И знаете Что сделал отец Когда увидел Своего блудного сына Его называют Блудный сын На самом деле Я убежден просто Что прошло Множество Много лет И он Уже в старости Вернулся В свой дом И знаете Что сделал его отец Он снял свою одежду И одел его Он снял свой перстень И дал ему Он приготовил Трапезу Он приготовил Все для своего сына И сказал Ты был мертв И вот теперь Ты живой Аминь И он Посадил его за стол И старший брат Когда пришел Весьма религиозный человек Он сказал Он прокутил Там все А ты его принимаешь Пусть умирает Там Где он был Пусть убирается Из нашего дома Я Я столько лет Трудился Знаете Это религиозный Это религиозный дух И религиозные люди Они говорят А не хай там себе Пусть они там Умирают потихоньку Пусть эти старики Доживают свой век Мы построим Новое общество Это ошибка Я сказал Это ошибка Мы должны признать Что Бог Любит Грешников Аминь Иисус Он сказал так Я не пришел Ради праведников Но Ради грешников Я пришел Отдать свою жизнь За тех Которые Живут в грехе За нас с вами За тех Которые сегодня Еще не спасены Люди старшего поколения Люди Которые Сегодня Которым сегодня 80-90 лет Вы знаете Мы в этом зале Собираем 8-9 мая На протяжении Уже многих лет Мы собираем Здесь ветеранов войны И когда они сидят Здесь Сияние славы Орденов Герои Советского Союза Они сидят Полные кавалеры Там орденов Всяких Медалей Вся грудь в орденах Вы знаете Их становится Все меньше и меньше С каждым годом И сейчас Их возраст Уже такой Что им уже За 90 лет Однажды Может быть Ну еще несколько лет И наверное Ветеранов Великой Отечественной Их просто не будет Вы здесь Почему? Ну потому что Потому что возраст И когда я стою здесь И смотрю на них Когда Пастор Мацула Поздравляет их И проповедует им И мы понимаем тогда Что эти люди Они нуждаются в спасении Они пришли в церковь Божию И так хочется Их всех обнять И сказать Не уходите Останьте здесь Здесь Место вашего спасения Аминь Кто-то должен Их забрать Из этого мира Потому что Этот мир Их привлекает Собес им там Что-то пообещал Тот что-то пообещал И слава Богу Пусть государство И правительство Благословляют этих Они достойны Они отдали Они проливали Свою кровь Но послушайте Спасение От Господа Аминь Спасение Оно от Слова Божьего Вера приходит Через Слово Божьего Кто-то должен Пойти И проповедовать Им Евангелие Как они Отдавали Проливали Свою кровь За нас Так и мы Должны Я говорю Должны Пойти К ним И проповедовать Им Евангелие Они достойны Того Вы знаете Эти домохозяйки Которые сегодня Такие старенькие Бабушки Они достойны Чтобы кто-то Им проповедовал Евангелие Вы знаете Эти работники Которые отдали Свою жизнь Они строили Что-то И они Сражались Кто-то должен К ним пойти Сегодня И проповедовать Евангелие У меня вопрос К вам Кто к ним пойдет Молодежь К ним пойдет Нет Послушайте Они не будут Слушать молодежь Послушайте меня Они не будут Слушать подростков Которые будут Говорить им о Боге Послушай Иди нос вытри Сначала Ты мне будешь Объяснять о Боге Кто ты Кто пойдет К ним Проповедовать Евангелие Я скажу вам Кто пойдет Пойдут Те Которые тоже Старшего поколения Апостол Павел Говорит Для иудеев Я как иудей Для эллинов Кто пойдет Кто пойдет На смерть Что-то сделаю В нашей церковь Которая крестилась в 91 год Она была летчица во времена Великой Отечественной войны Она бомбила этих фашистов Несчастных И правильно делала Бомбила их И сегодня она Знаете что она делает сегодня Она пишет во все инстанции Чтобы порядок был в Москве Чтобы не парковались возле ее дома На тротуарах машины Она воюет до сих пор В свои 92 года Ее к сожалению сегодня я не вижу Она герой веры И она спрашивает Она подходит ко мне и говорит Пастор Петр мне писать письмо президенту Я говорю пишите Она пишет Она такие письма пишет я читал Просто не поверите Фантастические И наш президент он поздравляет ее с днем рождения Лично Слава Иисусу Христу Аминь Давайте дадим Господу славу Я скажу вам Старшее поколение Его слушают Человек который седой Послушайте Его будут слушать Если на нем Дух Святой Это просто Я не знаю Но большего потенциала в церкви Чем старшее поколение Я просто не вижу Это люди Божьи И когда мы собираем этих людей С мира По одному По двое Я верю что церковь от этого Не просто выигрывает Церковь Становится церковью Церковь Наполняется Силой Божьей Аминь Старшее поколение Оно еще не сказала Своего слова Еще не сказала Своего последнего слова И я верю И давайте будем верить Вместе Вместе Что Это служение Оно будет Начинаться Во многих и многих Церквях России Давайте будем молиться На нашей конференции За то Чтобы это служение Начиналось В каждой церкви Как начинается Подростковое Или детское служение Чтобы в каждой церкви Было служение Старшее поколение Аминь Вы знаете Однажды мы сидели На пастырском совете И наша молодежь Я очень люблю И горжусь Нашей молодежью Этой осенью Они собрали Почти 4 тысячи человек На конференцию Это достойно Я думаю Аплодисментов Наша молодежь Это просто гордость И мы молимся И будем продолжать Молиться за нашу молодежь Но знаете Прозвучала такая фраза И Не скажу Кто это сказал Но Прозвучала такая фраза Мы сделаем все возможное Чтобы наша церковь Стала моложе То есть У нас будет Так много молодежи Что церковь помолодеет И я осмелился И сказал А я сделаю все возможное Чтобы церковь Стала старше Аминь Все что от меня зависит Я сделаю для того Чтобы наша церковь Стала старше Потому что Должен быть баланс В церкви Знаете Когда есть баланс Молодежь Ее огонь И мудрость Старшего поколения Это гремучая связь Это взорвет Это зажжет Не то что Хотел сказать Москву Мы не взрываем Алло И не поджигаем Я говорил сегодня уже Это не христиане Подожгли Рим Это враги Рима Подожгли его Но мы хотим Чтобы этот великий город И города Которые в России И все наши страны Которые Страны Содружества Бывшего Советского Союза Мы хотим Чтобы в каждой церкви Были пожилые люди Потому что тогда Церковь имеет вес Настоящий вес Тогда к ней будут прислушиваться Тогда и к ней будут Относиться уважительно Аминь И давайте встанем сейчас Давайте встанем И будем молиться сейчас И музыканты могут прийти тоже Аллелуя Знаете, мы будем молиться сейчас И я думаю, что Некоторым из нас Мы можем обратить Своё сердце к Господу Потому что если мы Негативно относились К пожилым С пренебрежением С таким лёгким Сарказмом Может быть даже Где-то Может быть просто Просто неуважительно Просто считали, что А да ладно Старики А ладно Знаете, я думаю Пришло время сказать Это было неправильно Пришло время признать Что это не Не Исполнение Божьих заповедей Это человеческое Мирское Это отношение Не должно быть в церкви Это должно быть Разрушено В церкви должно быть Отношение любви И заботы О каждом Седом человеке Церковь Хорошо Вставать Когда Заходит старец И посадить его На почётное место Вы знаете, что Я верю, что Церкви будут переживать Огромный рост Из-за того, что Изменят отношение К людям Пожилого возраста Как мы их называем Пенсионером Мне не нравится Слово пенсионеры Мне больше нравится Слово старцы Вы знаете, апостол Апостол Павел Он пишет В своих посланиях Я Павел Апостол И потом он добавляет Старец Знаете, старец Это как Звучит как титул Это титул Старец Это звучит Старцы церкви Это звучит Аминь Вопрос не только В седых волосах Вопрос в сердце И вопрос в отношении И давайте мы Помолимся сейчас Заглянем в своё сердце Если было Что-то негативное У нас По отношению К пожилым людям Давайте просто Попросим у Господа Прощения сейчас И скажем Господь Измени это В моём сердце Сделай меня Служителем Нового завета Сделай меня Служителем Евангелия Служителем Слова Божьего Дай мне шанс Проповедовать Пожилым людям Дай мне Возможность Привезти Хотя бы Одного из них В твоё царство Эти люди Они достойны Просто они Очень старые Просто они Запуганы Просто они Сидят возле Своих телевизоров И боятся Не только За сегодняшний день Они боятся За завтрашний день Они боятся Этой жизни И они боятся Смерти Они живут В этом страхе Кто-то должен Пойти И взять их Для Господа И молиться за них И благословить их Аминь Давайте Давайте помолимся сейчас Давайте отдадим Это Господу Что Господь Изменяет нас Он изменяет Наше сердце И Он Делает нас Сильными Отец Небесный Во имя Господа Нашего И Иисуса Христа Мы молимся Сейчас Чтобы твои Заповеди Были исполнены Как ты сказал Почитай Отца твоего И мать твою И может быть Наши родители Они не здесь Сейчас Может быть Их даже нет Уже Но Господь Мы можем Видеть Тех пожилых Людей Которые Намного Старше Нас Чтобы Проповедовать Им Слово Божье Чтобы Проповедовать Им Евангелие Чтобы они Чтобы они Уверовали В тебя Господь Что ты Любишь Их Что ты Не боялся Этих Фарисеев И молился За них И исцелял И отдал Свою жизнь Как за Молодых Так и за Пожилых Людей И мы молимся Господь Чтобы Евангелие Было проповедано По всей Земле И чтобы Старшее поколение В нашей Стране Чтобы оно Было спасено Остаток Спасется Ты сказал И Господь Пусть Хотя бы Остаток Но пусть Он спасется Пусть Господь Эти люди Придут В лоно церкви Обратятся к тебе И наследуют Царство Божье Наследуют Царство Небесное Обретут Жизнь Вечную Мы молимся Сейчас Чтобы ты Изменил Наше сердце Чтобы мы Господь Никогда Не смотрели С высока На пожилых Людей Не смеялись Над ними Но чтобы мы Сострадали Им И чтобы мы Видели их В их скорбях Помогали Вдовам И старикам Во имя Господа Иисуса Христа Амин 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 Аллилуйя Амин Амин Амин